В Татарстане появились фермерские беспилотники. Резиденты технополиса Химград предложили татарстанским колхозникам использовать современные технологии в битве за урожай. На самолетный беспилотник устанавливается специальная спектральная камера, которая фиксирует все данные о посевах. С помощью своего уникального инфракрасного зрения камера видит, насколько повреждены культуры вредителями, какова степень распространения сорняков и увлажненности почвы. Запуск такого беспилотника осуществляется с помощью катапульты, а посадка – с помощью парашюта и подушки. Самолетного типа, чем они отличаются от, скажем так, условно, коптеров, вертолетного типа, вертикально взлетной посадки, тем, что они большей территории могут пролетать. То есть коптер, он работает на электричестве, у него время полета ограничено, у него дальность ограничена. Самолетного же типа у нас один беспилотник может находиться до 36 часов в воздухе. Дальность 3000 километров. Казалось бы, для Татарстана, как для зоны рискованного земледелия, такой ноу-хау более чем актуально. Дело за малым, говорят инженеры. Донести это до местных аграриев и чиновников. Беспилотные аппараты, они уже все разработаны, они уже летают, они прошли летные испытания. То есть там нужно только просто поставить спектральную камеру и с ней поэкспериментировать. То есть цена вопроса, это просто цена хорошей спектральной камеры. Не какой-то там, условно, условно, цифр называя, они начинаются от 4500 долларов. При том вооружении, я имею в виду электронном вооружении, электронной начинке, которая внутри него находится, самолет у нас начинается от 650000. Если по затратам это было бы оптимально, скажем, мы бы закупали вот эти видеоснимки территории для оперативной анализы, информации и принятия решений. Но пока, но пока, очень маленький масштаб они охватывают. А мне нужно, например, если он вылетел, дай мне картинку минимум по пяти, по восьми районам. Вырастут? А? Вырастут. Будем надеяться.